Депутат ЗСК Николай Егорович Иванюшкин является членом Комитета по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества и принимает самое активное участие во всех делах Анапского районного казачьего общества. После вахты кубанских казаков в Крыму Николай Егорович по-отечески встретил казаков. По-домашнему потрескивали дрова в камине. В уютной обстановке депутат поблагодарил казаков. Там было нелегко. Жили в окопах. Не было бани в ногах. Люди там ходили. И вот у вас сегодня не зря спрашивал, в каком состоянии здоровье приехали. Все говорят, все приехали больные. Было холодно. Но зато изнутри, наверное, горела вера в то, что Россия большая, сильная и мощная не оставит Крым в беде. И своих казаков, которые туда поехали, никто не просит. На сессии законодательного собрания, которое состоялось буквально два дня тому назад, губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Скачев отметил, что в Крыму все прошло тихо, спокойно. Были созданы все условия для того, чтобы народ Крыма, народы Крыма могли сделать свой выбор. И они его сделали благодаря вам. Каждому казаку депутат Николай Иванюшкин выделил материальную помощь. Заслуженную похвалу казаки-крымчане, как их стали почетно называть в Курине-Ореховом, заслужили от Совета стариков Анапского района. Все участники вахты в Крыму пошли туда по зову сердца, а не по приказу атамана. Таких приказов им не отдавали. Владимир Черный, начальник штаба казачьего общества Курине-Ореховой, ехал защищать родной город и родной народ. Владимир родился и вырос в Симферополе, столице Республики Крым. Я видел этих людей, которые подходили, благодарили от мала до велика. Ходили по Симферополе, я проведывал своих однокашников, друзей, которые приезжали. Был у дяди, который тоже счастлив. В полвосьмого уже побежал, в 82 года побежал на выборы, занимать очередь, чтобы проголосовать за референдум. Это то, что о многом говорит. Не раз казаки вставались за стола, произнося дружно «Люба». Делились свежими воспоминаниями, которые войдут в историю страны. Исследуя казацкой поговорки, сделал дело гуляй смело. С чувством исполненного долга поднимали чарку.